Всем привет! В сегодняшнем видео мы с вами будем распечатывать карты и какой-то кей-поп мерч групп StrayKids и Sikers. Я надеюсь, что данная распаковка вам понравится и вы хорошо пройдете за просмотром этого видео свое время. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, писать комментарии о том, какие вы последние покупки из StrayKids или Sikers совершили, если вы собираете эти группы. А также подписывайтесь на YouTube канал и на Telegram канал, ссылка, как всегда, внизу в описании под видео. Если вы еще не подписаны, мы там с вами общаемся, обсуждаем последние кей-поп новости. В общем, обязательно присоединяйтесь, там очень интересно и весело. А мы с вами давайте будем приступать к распаковке. Начать я хочу с распаковки Nacifika. Да, Nacifik и Sikers. Это было очень неожиданно и не то чтобы прям приятно, что Aetis, мало того, что теперь наши амбассадоры Nacifika, спасибо большое, одна моя группа закончила с Nacifik, другая моя группа начала сотрудничать с Nacifik. Притащили за собой еще и своих детей. Но мне этот ивент понравился с Sikers'ами. Какая-то новая косметика, какие-то новые карты интересные. Поэтому я приобрела полностью коробку с Juma. И это все мое, то есть я ни с кем из друзей в этот раз ничего не делила. Все карты, вся косметика достается мне. Ха-ха-ха. Вот. Что мы тут в самом начале видим? Мы тут видим мочалку. Какая-то шумная. Такой интересный ивент для любителей помыться, я не знаю. Все тут такое как бы банно-прачечное. Как это назвать? В общем, фирменная мочалка с надписью Nacifik. Такая вот обычная, зеленая, похожая на водоросли. Хорошо. Тут уже наши карты. Пенка для умывания, маленькая, 50 мл. Моя подруга ее очень любит, постоянно себе ее покупает. Поэтому я знаю, что она классная. У меня такой еще ни разу не было. Далее тут спрей для тела. Black Sea Grass. То есть это какие-то черные водоросли, как я понимаю. Морские черные водоросли. Давайте смотреть все. По форме это, конечно, все очень напоминает. Оп! По форме это порядком... А вообще крышка не держится. Слушайте, там вообще никак не держится. По форме это все напоминает... Как он называется? Дресс-румы, да? Ладно, нюхаем. Да он ничем не пахнет толком. Я не знаю, это просто какой-то ароматизированный спрей или что? Куда его пшикать-то? Их тут два должно быть. Ну да, просто такой, знаете, запах чистоты, свежести. В общем, я такое люблю, поэтому хорошо. У меня теперь даже два будет. Очень приятно. Не липкий. Да. Ну такой какой-то он. Руки после него скрипят. Слышите, какой звук противный? Ах! Ладно. И вот тут целая коробка еще всякой ерунды. Немножко она помялась. Один спрей валяется просто так. Второй... Коробка открыта почему-то. Ладно. Второй должен быть в коробке. Второй должен быть в коробке. И он без упаковки. И тоже у него нифига не держится. Это держалка точно такой же. Боди мист. Ну да, боди мист. То есть это надо на тело распылять. Но от него очень какая-то такая кожа, как припудренная, не самая понятная. Это скраб для тела. Боди скраб вошь. То есть гель скраб для тела. А, ты еще и запечатан. За кадром я его распаковала, открыла. Это было тяжело. Он течет еще до кучи. Но действительно скраб и гель скраб. Можно его... Он и пенится. Он и что-то там вроде как бы скрабирует. И пахнет он таким, знаете, кондиционером для белья. Очень популярны в последнее время такие стали ароматы в Корее. А это крем для тела. Господи, это так тяжело открывается. Еще как-то зубами, ногтями потянешь. Весь в этом продукте. Открыла. Бог дал. Ой, блин, он уже лезет куда-то. Так, ладно, все, обратно. Как-то открываешься. А, вот. Оп. Очень легкий и совершенно не липкий. Ну, очень сильный, знаете, запах у них у всех. Вот это у этого менее сильный. А вот это прям очень сильный запах. Такого средства для стирки. Чего-то такого. Но в целом, в принципе, ничего. Если даже на теле это останется. Это для лета. Вот очень классно, что к лету, к весне они выпустили эту серию. Потому что она действительно очень свежо, как сказать, свеженьким, короче, пахнет. И, ну, помыться летом мы все любим, да? Да и не летом только. Поэтому вполне уместна эта серия для весны, для лета. И остались как бы наши карты. Карты, откройтесь просто, пожалуйста, как-нибудь уже. Я уже весь пакет порвала. Так. Окей, открыла наконец-то. Весь пакет порвала. Наши карты. Карты мне вообще очень понравились. Поэтому я не мелочилась и взяла все. У них задники офигенные. Посмотрите, какие крутые задники. Вау. Как красиво. С пузырьками, с подписями, с именами мальчишек. Но вот это действительно интересно. Вот это действительно интересный ивент. Намного интереснее, чем ивенты с A-Tis. Давайте смотреть. Тут же нас встречает такой вот джиншик, у которого полотенце как греческая тога. Очень милый Юджун, безумно милый. Какая карта прекрасная. Еще раз, в качестве джиншик, Юджун, Сумин. Прелесть вообще. Джумин. Юнулик мой. Мне так не нравится эта его прическа. Она ему не идет. Вспомните вот просто какие-то последние мои распаковки, где у него была другая прическа, такая подлиннее и посветлее. Насколько ему хорошо было. А это, ну, такое себе. Не очень это его. Дальше Сейон. Ечан. Ой, что я говорю? Какой это Ечан? Это Хантер. Вот Ечан. Так, Ечан, Хантер. Окей. И наш лидер Минже. Офигенные карты, ребят. Ну, просто потрясающие. Очень мне нравится. Ну, тут мой фаворит, конечно. Юджун. Просто офигенный мальчик. Ну, я не знаю. Какой красивый. Это мой фаворит, наверное, из этих карт. И вообще, карты очень классные. Очень классные. Задники классные. В целом, мне все понравилось. Несмотря на то, что пока я открывала гей для душа, я вся в нем устряпалась. В остальном, я очень довольна этим ивентом. Очень крутой. Если у вас где-то еще будет возможность купить, попробовать, и вы любите такие вот запахи, чистоты, свежести, там, стирального порошка, стирального кондиционера, мне кажется, вам зайдет, попробуйте, закажите. Ну, и карты, если вы собираете с Айкерс, мне кажется, тоже вам должны понравиться. Они, действительно, очень крутые. Приходим вот к такой посылочке. Это уже стрейклиц у нас. И тут скотчи. Я заказывала два сета скотча. С какого-то пайлот, по-моему, ивента. Сто лет назад он был. Просто они навалялись. Все это время я их никак не могла распаковать. Вот уже новый как бы фаммитинг прошел. С него я, кстати, тоже скотчи заказала. Мне эта тема со скотчами понравилась. Вот они. Очень шуршат они. Чудом распаковала. Ой, как воняют. Но вот, да, вот эти вот все скотчи. Мама, мне кажется, их оценит. Она обожает скотчи. Такие вот крупные. Целый рулон. Ну все, теперь можно все что угодно ими упаковывать. Белый и голубой. Прилипают. Ладно. И снова ивента с вот этого вот фиолетовенького фанмитинга. Я тоже заказала себе оба сета скотчев. Когда они там приедут, черт их знает. Но заказаны и все сеты карт, и все сеты скотчев. Скотчей, скотчев, я не знаю. Я безграмотная. Как это правильно сказать? Мне тут подарки от шопа. В красивеньком пакетике. Всякие разные кишки. Чайник и чайник. Что-то мне тут чанов решили положить. Спасибо. И тут должны быть мои сеты, как я понимаю. Надеюсь, я ничего не порежу лишним. Да, вот они, оба сета. Так, давайте откроем первый. Такие пакеты у этого мерча прям, знаете, рвутся. И на грани что-то, не знаю, пластика какого-то. Не мягкие. Так, тут четыре, тут четыре. Давайте смотреть. Во-первых, у нас тут, конечно, такой вот главный пилот, наш капитан Чан. Ой, какой Бинька классный. Очень классная карта Чан Бина. Хёнжин. Офигеть. Сэнмин. Минхо. Такой вот Джисончик. Феликс. И Чанин. Тоже у меня такая повторка есть. Надо её наконец-то продать. По-моему, где-то у меня едут ещё один Чанин и ещё один Феликс. Три раза я их по ошибке купила. Это просто апогей. Три раза купить одни и те же карты. Ну ладно, они уже скоро все будут пристроены. Такие вот красавцы. Очень классный сет. Очень классные карты. Мой фаворит тут, наверное, вот этот вот Чан Бублик. Ну и Хёнжин очень нравится. Вообще все карты очень классные. Так что не жалею, что купила целый сет. У меня сегодня какой-то день сетов. Сайкерсов сет приехал. Стройкиц целый сет приехал. Огромное-огромное пополнение коллекции. Ни о чём не жалею. Всё очень красивое. Переходим с вами к письмам. И первое письмо. Тут должны быть и Сайкерс, и Стройкиц. Ну тут, я как понимаю, тут должны быть Стройкиц. Сейчас мне тут подарки с Чан Нинкой положили. Видимо, тут сейчас будет какой-то Чан Нинка. Такая вот распечаточка. Кругляшок. Чан Нинка. И Тоттера вроде бы это называется. Я не знаю. Давайте смотреть карту. Это красная рамка Чан Нина. Мне нашла её моя подписчица Алина. Алина, спасибо вам огромное за то, что вы для меня это нашли на Авито. И я смогла её купить. Тут ещё и скотч с котейками. Вообще очень мило. И да, она с Авито. Я её приобрела на Авито. Очень долго я эту красную рамку Чан Нины искала. У меня есть Феликс. Чан Нина я, наверное, брать не буду. Но вот это Нойзи. Это был предзаказ, если я не ошибаюсь. И вот такие вот рамочки. У меня есть Феликс. И вот, наконец-то, у меня есть Чан Нин. Также из Джевелов получается, да. У меня и Чан Нина Феликс также есть. Не хватало вот красной рамочки последней. Очень классный Чан Нин. Там в идеальном состоянии. И упакован очень хорошо. Наконец-то такой вот ребёнок дома. Это ещё письмо, которое приклеилось к картонке. Тут такая вот кишка в подарок. Хорошенькая. Маленькие какие-то сегодня письмецы у меня такие. Ну ладно. Ой, всё порвала. Это у меня японка Чана. Я каким-то чудом купила себе вот из этих японских версий Чана Чунина. Вроде бы даже ещё Феликса. По-моему, мы с вами это уже распаковали. Чан остался последним. Чисто случайно взяла его в шопе. Господи, я забыла, что это настолько мягкая карта. Как тебя открыть? А, она в закрытом протекторе. Всё, не распаковываем, значит. Но она прям... Она не какущая. Мы с вами это уже обсуждали, что они как бумаги лист. Поэтому тут такой вот чайник. И тут вот такой вот чайник. Очень хорошенький. Не считая качества этих карт. Ну вот просто, понимаете, да? Как бумажки листочек. Они всё равно очень симпатичные. Такие летне-весенние. И, наконец-то, своих трёх бубликов я собрала. Малюсенькое письмецо. Тоже что-то маленькое. Просто картоночка худенькая. Это такой вот чунин. Я его покупала с рук, если я не ошибаюсь. Я уже забыла, у кого. Надо хотя бы поискать, чтобы хоть как-то отзыв оставить. Недостающая моя чунинка приехала. Так. Такой вот прекрасный малыш. Это из последнего нашего альбома Rockstar. Ну, просто мой чунинг. Вот у меня тут где-то прикольный протектор был. Вот туда его мы и положим. Вот. Так что, да, потихонечку дособираю Rockstar. Потому что в июне, наверное, нас уже бахнет следующий камбэк. Не знаю, когда выйдет это видео. Если к этому моменту уже нам объявят камбэк, то я буду стрелять в шашлык или сразу себе в висок. Ну, вот такой вот чунинка. До сих пор не могу дособирать хейнлайнер-версии какие-то карты. Мне кажется, они не существуют. Их не продают. Их никто не покупал. Поэтому я их никак не могу купить. Кто тоже в поисках хейнлайнер-версий и каких-то карт оттуда, отпишитесь в комментариях. Дайте знать, что я не одна такая лошара. Ну, в общем, да, не везет как-то мне с этими хейнлайнер-версиями. Вот чунинку приобрела. И как бы он не из такой версии, он из обычного альбома. Хотя бы что-то может и успеет дособирать до камбэка. Следующее письмо. По-моему, там пакет. Главное, его мне порезать, как всегда я это люблю делать. И тут опять какие-то котята. А как будто бы продавцы знают, что мне класть в подарок. И кладут мне всегда котиков. Спасибо большое. Такие вот котеньки. И опять маленькая худенькая картоночка с какой-то картой, которую я, естественно, не помню. И еще чунинка. Господи, это вообще какой? По-моему, это Music Plant. Приехал. Я своего Music Plant удачно продала. А это приехала повторка. Так что теперь это уже не повторка. Теперь это уже единичный вариант Music Plant. Так. Как тебя оторвать-то еще отсюда? Не знаешь. Поэтому да. Смотрите внимательнее, что вы покупаете. Что вы выбиваете. Чтобы, как я, не навыбивать себе уже купленные карты. Такой вот прекрасный чунин из Music Plant. Да. Вот он. С ним все отлично. С ним все хорошо. Добрался. Сегодня у нас какие-то одни сплошные чаны чунины идут. Ну, в общем, да. Чунины потихоньку тоже собираются. Мы с вами едем дальше. Еще одно письмо. Вроде бы тут Сайкерс. Как всегда я его разрезала. Этот пакет. Ой, целый листочек стикеров положили. Вы посмотрите, какая прелесть. Очень мило. И вроде бы, если я не ошибаюсь, тут у меня сейчас будут уже Сайкерсы. Потому что что-то только макаробку нацифика с вами распаковали. Да. Ой, ну как красиво. Просто посмотрите, какая красота. Они еще и голографические. Выглядят просто великолепно. У меня тут Хену и Джиншик из прошлого нашего камбэка. Я еще никак на них не могла добраться, чтобы распаковать. Вот, наконец-то, дошла очередь и до распаковки Сайкерсов. Тихо. У них еще и бабочки, ребят. Что за отсылки? Я не знаю. Я только благословение небожителя дочитала. И тут мне приезжают карты с бабочками. Я же сейчас плакать начну, и мне придет съемки останавливать. Я еще не отошла, как бы, от прочитанного. А вы мне тут карты с бабочками подпихиваете. Вы что? Вы что? Я же не двужинная. Ну, вот они. Вот они, мои красавцы. Это, да, это прошлый альбом How to Play. Это Мейкстар. Потому что голографические карты. Еще бы, естественно. Ну, красавцы. Ну, просто восхитительные. Обожаю вот эту прическу Хену. Как я вам и говорила. То, что ему потом выстригли, это какое-то недоразумение. Не знаю, ножницы дернулись у плехмахера. Но вот это вот, конечно, просто великолепные. Мне очень нравится. Письмечишка. И тут, по-моему, тоже сейчас будут сайкерсы. Да. Так, как тебе распаковать? Тут мне в подарок уже положили вот этих вот. Куроми, да? Куроми. Да черт себе подели. Господи, тут какая-то эротика так. Все. По-моему, тут тоже сайкерсы. Вроде бы, да. Да. Опять вот такая вот красота. Такие вот мальчики ко мне приехали. И это у меня джиншик и джиншик. В общем, тут уже без хенулика, без моего. Ну, значит, только джиншиков распакуем. Но я уже отсюда вижу, что, ну, очень его заблюрили, конечно. Прям от лица один блюр. Очень некачественная фотокарта. Ну, не то, что вот некачественная в плане тонкая, страшная. А в плане того, что, конечно, блюр один сплошной. И скотч у меня что-то рвется. Что ты будешь делать? Ну, вот эта карта, конечно, от АС. Даже не знаю, как вам показать. У меня тут то солнце, то не солнце. Да, господи. Она вживую еще хуже, чем вы думаете. Я думаю, вы этот шум на карте видите, да? Ну, смотрите. Очень плохо. Просто давайте сравним вот с нацификом. Насколько карта выглядит качественно у нацифика. И вот эта. Вот это что у меня есть вообще? Визму. Ну, понятно. У них вечно какие-то карты дебильные. Больше, наверное, брать их не буду. Не лицо, а просто мыло. Да? Сравнили. Кошмар. Ладно. Но мне, конечно, она совершенно не нравится. По-моему, вторая тоже визму, если... Да, тоже визму. Все. Визму больше не берем, ребят. Я вас заклинаю. Чуть лучше, но все равно уродская. Без негатива к джиншику. Просто отвратительное качество вот именно карты. Ладно, не страшно. И не такое хавали. Все равно, любимый джиншик в коллекцию. Никогда не повредит. Ну, карта, конечно, да. Очень такое себе. Последнее на сегодня письмо. Какое-то огромное. Я даже не знаю, что тут так. Тут какая-то бумажка тишью. А, это стикеры. Я нам с моей подругой заказала в шопе стикеры. Так, стикеры. Как вы тут прикрепляетесь-то вообще? Просто они прикольные были. И я решила, что нам с подругой это нужно. И решила нам заказать. Надеюсь, что я что-нибудь доотрезла. Ага, окей. Этот шоп мы все с вами знаем. Я вам его уже не раз советовала. Очень качественные вещи он делает. И очень прикольный различный неофициальный мерч. Вот его я действительно вам советую. Шоп классный. Доверие уже заслужил. Подарков, как всегда, море положили. И все такие, знаете, очень атмосферненькие. Так, давайте сначала подарки посмотрим. Их тут много. Всякие разные стикеры. Ну вот, наконец-то, свет этот дурацкий ушел. Солнце такое какое-то сегодня. Черт пойми какое. Батоны. Визиточка. Ну, соответственно, вот название шопа. Вао. Как-то так. И тут айдишки еще. Тут чайник. И минхо. Хорошо. Давайте посмотрим, что тут за стикеры, наконец-то, ко мне добрались. Единственный минус, как бы, этих стикеров, то, что они не вылезные. То есть, точнее, ты должен сам их вылезать. Такой вот, во-первых, черно-белый хван. Мне и моей Ирочке. И чонин. Он уже цветной. Такой вот хлебный бубик. Очень милый тоже. Мне и моей подруге. Очаровательный. Ну, просто прелесть. Офигенные стикеры. Офигенный шоп. Да, единственное, что вылезать самостоятельно. Но в остальном, очень-очень классный. Мне нравится. Выглядит просто прелесть. И шоп я тоже вам рекомендую. Ну, что ж, мои дорогие друзья. Сегодня у нас с вами была распаковка стройкиц и сайкерс. Собрала в это видео таких вот малышуликов. Для вас и для себя, соответственно. Сегодня мы с вами их пораспаковывали. Надеюсь, что вам было интересно это посмотреть. И вам все понравилось. Вы хорошо провели свое время. Не забывайте о лайках. Не забывайте о комментариях. Рассказывайте, кого вы накупили за последнее время. Или распаковали, или получили, или заказали. Очень интересно будет почитать. Подписывайтесь на телегу. Мы там с вами, как всегда, будем все обсуждать. Скоро нас ждут целая куча камбэков. Вот их там и обсудим. Поэтому, да, присоединяйтесь к телеграмму. А я буду с вами прощаться до следующего ролика. Спасибо вам большое за просмотр. Всем хорошего и до свидания.